Всем привет! Вы на канале Другая Жизнь с Марина Кью. А видео сегодня я для вас приготовила весьма романтичное. В видео сегодня предлагаю вам поговорить о том, как же поддерживать романтические отношения в семье. Тем более эта тема актуальна для пар, которые знакомы уже очень давно и в браке не один год. Если вы попали на мой канал впервые, давайте я быстро представлюсь. Меня зовут Марина, мне 42 года, с 2017 года я проживаю в Америке. А приехала я в Америку по визе невесты, познакомившись с мужем в 2014 году на сайте знакомств. Этим летом мы будем отмечать нашу седьмую годовщину свадьбы. Если заявленная тема для вас актуальна, это видео будет вам очень полезно. Утро всем еще раз. У нас в 7.30 деток уже провели и у нас с мужем запланировано что-то очень-очень интересное. Кому интересно, присоединяйтесь. Но сперва, разумеется, нужно привести себя в порядок и выполнить некоторые рутинные утренние процедуры. Ведь самое главное начать день правильно, с улыбкой, с хорошим настроением. Кстати, я к своему возрасту отношусь совершенно спокойно, с приятием этого возраста и я рада тому, как я выгляжу в свои 42 года. Да, у меня есть морщинки, есть седина и по утрам тоже есть мешки под глазами. Но самое важное научиться любить и принимать себя такой, какая ты есть. А при помощи декоративной косметики мы подчеркнем наши сильные стороны. Неважно сколько лет вы в браке, самое главное научиться в отношениях в первую очередь ценить себя. Любить, уважать и понимать, чего вы достойны. И тогда окружающие вас люди и не только мужчины будут относиться к вам соответствующим. И на любом этапе взаимоотношений очень важно поддерживать романтические отношения. И даже если вы в браке не первый год, у вас подрастают дети, всегда можно найти время это сделать. Так, выключаем свет, выключаем елку. Да, все, ждите нас, ждите нас дома, скоро будем. С недавних пор мы с мужем ввели новую традицию в нашей семье. Мы решили ходить на свидания. Но так как свободного времени у нас мало, в этой стране, в нашем штате поддержки родственников, друзей у нас нет, приходится выкручиваться. Раз в неделю мы устраиваем с мужем совместные ланчи или как сегодня. Сегодня мы поедем вместе завтракать, сразу как только дети отправились в школу. Ой, это же надо, с каким скрипом оказывается у нас открываются гаражные двери. Пока не начала монтировать для вас видео, даже об этом не догадывалась. Да, на машине мужа мы ездим очень-очень редко. Это его новая машина, он ее купил примерно месяца полтора назад. И на этой машине это будет только мое второе совместное с ним путешествие. Как любой мужчина, своей новой игрушкой он гордится и сразу начал мне показывать все навороты, которые есть в его новом автомобиле. Ну а я пока вам немного покажу городок, где мы живем. Почему немного? Потому что заведение, где мы сейчас отправляемся позавтракать, находится практически возле нашего дома. Вообще-то Америка славится вот такими маленькими семейными заведениями, где легко можно прийти, позавтракать, пообедать или поужинать. Заведение, где мы отправляемся сейчас, преимущественно именно для завтрака. День, правда, сегодня пасмурный. Возможно, настроение у вас не будет очень праздничным, посмотрев на такие серые кадры. Но, тем не менее, буду оставлять это видео как есть. Мы в этот городок переехали только недавно. В мае будет год, как мы здесь живем. И я уверена, что у меня будут и другие дни, более яркие, красивые, солнечные, когда я смогу сделать для вас новое видео. Я уже говорила в видео ранее, та местность, где живем мы, у нас заборы не разрешаются. Но вот здесь, практически в двух минутах от нас, это уже не проблема. Здесь имеются свои правила и законы, которые нужно уважать и придерживаться. И, отвечая на ваши комментарии раньше, нельзя ли здесь установить забор, такая ли это проблема. Нет, не проблема, просто покупайте дом именно там, где это разрешено. А сейчас под дороги мы решили заправиться. Так, а мы приехали на заправку. Видите, 2,79. Интересно, сколько будет заправить Чедо машину. И вот, смотрите, наш трафик. Практически машин нет. Когда-никогда проедет одинокая машина. Вот вам и маленькие городки Америки, да? Вот, появилась машинка, еще следом одна. И это у нас по времени уже 8 часов. Пятница. Так, что там у нас? Оп, 11, 12, подождем. Мне, кстати, интересно, сколько будет. Свою машину недавно я заправляла, по-моему, 36 или 37 долларов. А на Чедо машине мы ездим очень редко. В основном на моей. А заправляемся еще реже. 46 долларов, но не так плохо. На 10 долларов дороже, чем мою заправить. Ладно, сейчас покажем, куда же мы направляемся. Так как для нас это городок новый, еще любимого места у нас здесь нет. Поэтому мы каждый раз выбираем какое-то новое для нас заведение. И сегодня выбор пал на данное маленькое местное заведение, которое находится совсем недалеко от нас. Мы приехали рано, в 8 утра, и я признаюсь честно, что очереди в это время я не ожидала. Особенность, которая меня продолжает удивлять в Америке, нет возможности подойти и выбрать столик самостоятельно. Казалось бы, есть свободные столики. Можно выбрать, присесть и подождать, пока подойдет к вам официант. Очень редко вас даже могут затем спросить, какого плана стол вы предпочитаете. Но нас в этом заведении сегодня спросили. Я признаюсь честно, очень не люблю сидеть где-то посреди комнаты. Я больше люблю маленькие кабинки. Еще одна особенность, на которую именно сегодня я обратила внимание. Если мы просто приехали позавтракать, посидеть и отдохнуть, то очень многие приезжали просто забирать свой заказ. Мне всегда было интересно, почему люди заказывают завтрак. Ведь поджарить себе яичницу не так уж и тяжело. Одно дело, когда ты хочешь немного развеяться, сменить обстановку, а другое дело, когда ты ешь яичницу на кухне. Кстати, завтрак сегодня на двоих нам обошелся с учетом чаевых 40 долларов. Кстати, чуть позже покажу вам, как же выглядит самая обычная американская порция завтрака. С таким завтраком вам не понадобится ни обед и даже есть сомнения, захотите ли вы поужинать. Наконец, к столику пригласили и нас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Секрет поддержания романтических отношений очень прост. Неважно, сколько лет вы знакомы и сколько лет вы женаты. Не надо ничего придумывать, так как ответ лежит на поверхности. В семейной жизни не забывайте, что вы есть друг у друга. Не забывайте проводить время вдвоем, шутить и смеяться. И как бы много дел и обязанностей у вас не было, всегда можно найти время просто позавтракать или пообедать вдвоем. Всем большое спасибо, кто присоединился ко мне в этом видео. Порой мы так загружены бытовыми делами, что не находим время друг для друга. А в семейной жизни очень важно чувствовать себя нужным и любимым. И самое лучшее этому подтверждение, когда вы проводите время друг с другом. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь и приглашаю вас присоединиться к нашему семейному влоговому каналу о жизни в Америке. А вот и обычная порция традиционного американского завтрака. Как вы думаете, мы их осилили? Продолжение следует...